Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Несколько слов о предстоящих вебинарах. Сейчас давайте я вам, наверное, дам один из вебинаров. Следующий, который состоится 24 числа, в понедельник. Это мой вебинар. Сейчас, одну минуточку, я его скопирую в чат. Этот вебинар будет посвящен электронному обучению в рамках университетской библиотеки онлайн. Сейчас я уберу лишнюю информацию отсюда из строки и дам вам ее прямо в чате. Продолжение следует... Вот так вот. Вот так вот. Хотел бы также проанонсировать вебинары, которые начнутся в конце апреля и продолжатся в мае и частично в июне. В мае и июне будет проходить большое количество вебинаров, которые буду вести конкретно я. И эти вебинары будут посвящены различным аспектам создания электронного контента. Так что, если среди вас есть потенциальные авторы электронного контента, которые хотят издавать свои электронные курсы, видеоролики и так далее, вот милости прошу на мои вебинары, они будут посвящены вот этому. Как всегда, по поводу того, где можно скачать текущую презентацию, а также посмотреть ссылки, которые будут применены сегодня в ходе нашего вебинара. Пожалуйста, те, кто часто ходит на вебинары, уже знают, а те, кто не ходит, вот посмотрите примерно сюда. Вы увидите здесь ряд кнопочек, управляющих вебинарной комнатой. Поднятая рука, смайлик и третья слева кнопка в виде открывающейся папки. Вот при нажатии на эту кнопку открывается окно ресурсы, и в этом окне вы можете видеть текущую презентацию. Она помечена значком дискетки, а также те ссылки, которые сегодня в той или иной степени будут упоминаться. Ссылки можете пооткрывать сразу в отдельных окошечках, в отдельных вкладках. А чтобы скачать презентацию, надо нажать, обращаю ваше внимание, надо нажать на изображение дискетки. Не на саму надпись, а именно на изображение дискетки, и тогда вы сможете скачать презентацию. Презентацию вы можете использовать в своих интересах, как-то делать какие-то доклады, семинары проводить. Единственная наша просьба делать это со ссылкой на Директ Медиа и на автора презентации. Все присутствующие на данном вебинаре получат именной сертификат, электронный сертификат, ссылка на скачивание. Сейчас посмотрим. А вы, наверное, нажимайте на изображение вот этого шарика, и тогда все ссылки будут открываться. Вам на вашу почту придет ссылка. По этой ссылке вы должны будете прийти и зарегистрироваться или войти на наш портал. И там откроется возможность для скачивания вашего именного сертификата. Ну вот, да, я просто хотел бы отметить, что в сертификате вы будете помечены так же, как вот здесь зарегистрировались. Поэтому, если хотите, чтобы там вы отображали свои полные фамилии и имя отчества, пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь именно так, со всеми большими буквами и так далее, как хотели бы, чтобы это было изображено на сертификате. Елена Николаевна, да, вам тоже спасибо за то, что вы это заметили. Сегодня про... Ну, давайте я сейчас нажму, может быть, я ошибся. Так, да, действительно, значит, есть ошибочка. Сейчас я поправлю эту ошибку. Ну, коллеги, я прошу прощения, что-то произошло в процессе загрузки ссылки. Так, ввожу новую ссылку. Так, и делаю ей общедоступной. Вот теперь она должна... Да, вот теперь она открывается. Ну, по поводу бонуса поговорим тогда, когда дойдем до этого. А теперь давайте приступим. У нас сегодня презентация достаточно большая, но я думаю, что мы сегодня, так как у нас графические слайды, будем достаточно быстро с ней знакомиться, поэтому это не займет очень много времени. Напоминаю, что Арт-отека это подпроект, хотя в последнее время, конечно, это уже практически самостоятельный проект, но тем не менее крепко связанный с проектом Арт-портал. Арт-портал, вот так выглядит, это его главная страница. Арт-портал, вот ссылка на главную страницу Арт-портала. В Арт-портале у нас более полусотни тысяч изображений, шести тысяч авторов из трех тысяч музеев. Да, хотел бы отметить, что последние полтора года мы активно работаем над расширением качества представления информации в Арт-портале. Мы, конечно, добавляем и новые изображения, но основные наши усилия направлены на то, чтобы, во-первых, улучшать качество изображений, то есть находить где-то изображения с лучшим разрешением, лучшей цветностью и так далее. Во-вторых, улучшать качество дополнительной информации об изображениях, находить авторов, место хранения, способ производства и так далее. В общем, все атрибуты, которые сопровождают произведения искусства. Хочу отметить, что наш Арт-портал от других галерей отличается от многих галерей. Не скажу, что все галереи этим грешат. От многих галерей отличается именно тем, что у нас более подробная информация об изображенных произведениях искусств. Ну и третья, конечно, отличительная особенность – это то, что мы активно работаем над Арт-отекой, над нашим подпроектом, который называется Арт-отека. Многие изображения у нас располагаются в очень хорошем качестве. Их можно разглядеть досконально, с большим увеличением, с таким, с которым вы даже порой и придя в картинную галерею не рассмотрите их с такой подробностью. Вот, например, явление Христа народу. Вот кусочек здесь воспроизведен. Да, вы видите тут, наверняка вы не замечали, например, что за фигурами апостолов здесь вот еще целое изображено достаточно много народу, который из-за реки взывает, смотрит чего-то там тоже на фигуру Спасителя. Вот, очень интересно то, что можно и не заметить, придя в картинную галерею. Итак, Арт-отека – это наш отдельный раздел и отдельный подпроект Арт-портала. Для того, чтобы перейти в Арт-отеку, надо просто вот здесь вот на главной странице выбрать вот этот пункт меню. И мы попадаем в такое вот мозаичное изображение. Каждая из этих плиток, она вызывает появление нового проекта, если вы подписаны на Арт-отеку. Арт-отека – это подписной сервис. Я в самом конце затрону вопрос, сколько это стоит и для кого. Но в Арт-отеке есть и достаточное количество бесплатных разделов, которые можно войти. Вот они в самом верху расположены с надписью «Демо». Ну и плюс еще вот, вот я их отмечу, вот эти вот четыре проекта являются полностью открытыми. Плюс мы периодически открываем разную другую информацию, которая частично раскрывает суть наших проектов. Вот, в настоящий момент подготовлено, готовится 44-й проект Арт-отеки. Помещено, опубликовано чуть меньше, еще у нас в запасе для публикации 2-3 проекта. Значит, примерно около 40 проектов опубликовано. Вот, и сегодня я расскажу о том новом, что было сделано за последнее время. Ну, все наши проекты делятся на, условно говоря, на авторские, которые создаются непосредственно в электронной форме. Это их, ну, практически у них нет источника или очень много разных источников. Вот, краткий перечень авторских проектов. И есть интерактивные альбомы. Это то, что мы готовим на основе альбомов, вышедших в свет в бумажном виде. Это наш совместный продукт издательства «Директ-медиа» и «Комсомольская правда». Вы почти в любом магазине книжном вы можете видеть эти альбомы из... В нескольких рубриках они выходят. Великие художники, великие музеи, великие архитекторы и так далее. И вот мы наиболее популярные из этих альбомов переводим потихонечку в вид интерактивных лонгридов, в вид арт-проектов и помещаем в нашу артотеку. Причем полностью помещаем вместе со всеми... Со всем текстом сопровождающим. Абсолютно весь ряд... Иллюстративный ряд помещаем. То есть это полный интерактивный аналог этих проектов. В чем-то, я думаю, они даже лучше, чем бумажные издания. Потому что некоторые изображения удается разглядеть гораздо в лучшем качестве. И на весь экран, особенно если у кого-то большой экран стоит дома, очень удобно рассматривать и получать удовольствие и читать. У нас, как я уже говорил, четыре открытых проекта артотеки. На них можно попасть прямо из окна артотеки, ткнув в соответствующее изображение. Это искусство Китая. Книжная миниатюра. Один из любимых моих проектов. Там очень интересные иллюстрации. Образ Христа в европейском искусстве. Это один из самых насыщенных проектов. Более полутысячи иллюстраций там в этом проекте. Восемь разделов. Восемь интерактивных таймлайнов внутри этого проекта. Так что тоже очень интересный проект. И Явление Христа народу. Это наш первый проект, выполненный по технологии интерактивного путешествия. Когда весь проект посвящается одному произведению. И мы подробно рассматриваем это произведение. Все его нюансы. Всех его отдельных персонажей. Подключаем какой-то контекст к каждому из этих персонажей. Описание и так далее. Вот этот проект, давайте я вам сейчас дам его прямо в чате. Вы его можете посмотреть по ходу дела. Вот так вот примерно выглядит это интерактивное путешествие. Крупный наезд условной камерой на какого-то персонажа или группу персонажей. Объяснения или какие-то контекстные. В данном случае это эскизы, по которым Александр Андреевич Иванов, точнее, читал, рисовал в течение 20 лет вот это великое произведение. У него более 400 этюдов. Ну, конечно, не все мы использовали. Но для основных персонажей приводим по одному, два, а где-то и по пять эскизов, которые предшествовали, собственно, рисованию самой фигуры. Да, ну и давайте немножко поговорим о новых выпусках. Последний раз я говорил о новых выпусках в декабре. Мы проводили вебинар. Вот сейчас прошло уже 4 месяца. И мы снова... Теперь я расскажу о том, что было сделано с той поры. Ну, все-таки немножко еще расскажу про тот проект, про который рассказывал. Это особняком стоит двойной выпуск сад земных наслаждений Босха. Вот, там очень много информации. Это только тоже два интерактивных путешествия. А так вот давайте посмотрим, о чем мы сегодня будем говорить. Итак, это галерея... Так, ну, это все-таки достаточно старый. Об этом мы не будем говорить. Вот новое. Начиная вот с вот этого. Это все 2017 года. Марк Шагал. Мир искусства. Общество Мир искусства. Сальвадор Дали. Галерея Академии Флоренции. Вот моя любимая тема. Это Абердинский бестиарий. Далее Национальная галерея искусства Вашингтон. И самые последние проекты. Из них еще не все опубликовано. Кстати, из предыдущих тоже Абердинский бестиарий еще не опубликован. И, по-моему, Флоренция не опубликована. Эти проекты, из них не опубликовано только Эдуард Мане. Ожидает нас в ближайшее время. Опубликована уже Зинаида Серебрякова к началу апреля, к открытию выставки, крупнейшей за последние 30 лет, выставки произведений Зинаиды Серебряковой в Третьяковке. Мы специально приурочили к этому событию, к 5 апреля, когда открылась эта выставка. Ну и проект, который у нас первоначально назывался «Звезда Пресветлая», потом мы его назвали по-другому. Ну вот к нему тоже подойдем. Этот проект был издан к Пасхе. Все-таки начнем с Босха. Не могу об этом не поговорить, несмотря на то, что он был все-таки создан в декабре. Еще раз чуть-чуть пройдусь, не так подробно, как в прошлый раз говорил о нем. Это двойной проект. В нем два больших интерактивных путешествия, почти 300 слайдов. Да, этот проект тоже создан по одному единственному произведению, которое называется «Сад земных наслаждений». Самое известное произведение – триптих Иоанима Босха. Само по себе этот триптих достаточно большой, почти 2,5 на 3,5 метра. Но тем не менее, даже при таком размере, очень трудно разглядеть всех персонажей этого триптиха. Вот мы попытались это сделать. Я не скажу, что нам удалось вообще сделать путешествие по всем персонажам. Но основные персонажи мы затронули. Я думаю, что для того, чтобы полностью окинуть взглядом это полотно и приблизиться, досконально рассказать о каждом, то нужен уже не сдвоенный, а, наверное, спятеренный или сдестеренный выпуск. Такой вот по затратам времени и по объему информации. Но мы основную работу мы сделали. Основные два путешествия. Одно обзорное на 50 слайдов, где вот как раз поясняются основные сцены этого триптиха. И второе – такое очень-очень авторское интерактивное путешествие. Мы его так немножко шуточно назвали «Заосад земных наслаждений». Это изображение всех зверушек, птиц, насекомых и так далее, которые нарисовал боск на своем полотне. Вот оказалось, что их, ну, если считать и каждого животного в стаях, то около тысячи изображений животных. Но мы обошлись двумя стами пятидесятими примерно, тех, которые можно разглядеть более-менее нормально. К каждому из них мы подготовили какое-то изображение или видеоотрывок из свободных источников. Как, что это за животное, попытались предсказать, что это за животное реально, или, может быть, на чем основывался боск, придумывая это животное. Потому что много придуманных зверей, много зверей, которые вообще не существуют, фантастических, много полумонстров, полузверей в этом произведении. Вот все их мы хотели, окинули взглядом, так сказать. Основывались мы вот на таком вот замечательном изображении. Вообще все эти интерактивные путешествия основаны на том, что в сети стали появляться в открытом виде изображения гигапиксельного качества. Ну или почти гигапиксельного. Что значит гигапиксель? Это примерно 30 тысяч на 30 тысяч пикселей размер изображения. Вот это, если у вас экран Full HD, это значит у вас примерно 15 таких экранов в высоту и 15 в ширину, если отображать пиксель в пиксель. Вот такое вот разрешение позволяет не только окинуть взглядом это полотно, но и сделать несколько приближений, 2, 3, 4, а то и 5 приближений. И, что самое интересное, с сохранением качества. То есть каждый раз, когда вы приближаетесь, качество не расплывается, а вы видите все новые, новые, новые детали, четкость сохраняется. Вот, ну, вот это полотно. Не буду сейчас читать, что оно из себя представляет. Вот так примерно выглядят наши интерактивные путешествия. Наезд камерой, условной камерой на какую-то деталь, объяснение этой детали, нахождение какой-то контекстной графической информации или иногда видеоинформации. И вот так вот это и происходит. В том числе, вот, например, вот так вот выглядит в закрытом виде полотно триптих. Вот один из слайдов тоже пояснительных. Оказывается, вот этот вот зверушка, этот жираф, он был практически один в один скопирован с путевых заметок одного из путешественников, который Босх видел. Сам он жирафов не видел никогда. Вот источник был найден исследователями и здесь разъяснено, как это было сделано. Ну вот несколько примеров того, как близко можно подвести взгляд. Вот максимальное увеличение, это среднее увеличение, да, а вот это вот такой общий вид. Да, еще пример, еще пример слайда с объяснением. Тоже вот максимальный наезд камерой. Вот очень интересный эпизод на правой части триптиха, посвященной Аду. Это ноты на ягодицах. Вот нашлись исследователи, которые расшифровали эту нотную запись. И на ютубе есть запись вот этой музыки, которая здесь, ну или это не музыка, а такая псевдо-музыка Ада, которую можно послушать тоже прямо из вот этого интерактивного путешествия. Еще несколько слайдов. Ну вот и второе наше интерактивное путешествие, оно строится вот примерно так. Находится какой-то персонаж на картине и находится его аналог в реальном животном мире. Может быть с некоторым небольшим комментарием. Видеоотрывок или просто фотография. Ну вот есть вот такие вот монстры, особенно на правой стороне, там где ад изображен. Все, хватит по поводу этого мы поговорили. Кратко прошлись, потому что по Босху нужно очень долго говорить. Ну и теперь о том, что было сделано в 2017 году. Давайте пройдемся. Вот 35 выпуск. По номерам выпусков я их проставил. Опубликован уже Сальвадор Дали. Конечно, фигура, которая вызывает очень много интереса, и много интереса его произведения вызывает до сих пор. Один из самых провокационных и интересных художников 20 века. Один из самых дорогих художников. Вы знаете, что когда у Сальвадора Дали спросили, почему его картины не висят в его доме, он сказал, вы знаете, мои картины слишком дороги для меня, я не могу их себе позволить. Проект полностью сделан как проект основанный на вышедшем альбоме. Вот тут интерактивного нет ничего такого особенного, но зато много в хорошем качестве изображений, которые можно посмотреть в увеличенном виде. 36 выпуск посвящен миру искусства. Это несколько наших проектов посвящены художественным объединениям. Это вот, например, объединение мир искусства, объединение голубая роза. Кажется, еще какое-то объединение было, сейчас уже не помню. Немножко отличаются эти проекты от проектов, которые посвящены отдельным художникам или конкретным музеям. Ну, понятно, что художественное объединение, особенно в художественной жизни России, это такая особая история, неразрывно связанная с историей 19-20 веков. Вот, в частности, активно возникали такие художественные объединения в начале 20-го века. Это и голубая роза, и мир искусства, и многие другие, которые потом развивались и после революции, в 20-е, частично даже в 30-е годы. Вот, и поэтому мимо этого художественного явления никак нельзя пройти, оно тоже отражено в наших вот таких вот арт-проектах. Вот пример использованных произведений внутри уже этого выпуска. Как правило, в таких вот выпусках, посвященных художественным произведениям, представлены несколько художников, до десятка, а то и там, или полутора десятков художников. Около полусотни изображений в таких вот проектах. Каждое изображение кликабельно, оно ведет на арт-портал и на предложение рассмотреть это изображение в увеличенном виде. Ну, кроме того, на арт-портале часто можно и дополнительную информацию почитать. В самом же проекте «Мир искусства» есть и весь текстовый ряд, который мы взяли из соответствующего альбома, который тоже вышел. Текстовое сопровождение в таких проектах, как правило, составляет где-то, ну, около одного полутора авторских листов, иногда чуть поменьше. То есть это вот такой как раз кусочек информации, с одной стороны, достаточно подробный, а с другой стороны, это то, что можно прочесть за один раз, не отходя от компьютера. Вот эти арт-проекты, они очень удобны именно с этой точки зрения, они не необъятные, то есть их можно просмотреть за один раз. А с другой стороны, они достаточно подробны для того, чтобы, например, подготовить студенту какое-нибудь производное произведение, такое как эссе, возможно использовать в своей дипломной работе, если она посвящена искусству и так далее. То есть это совмещение в одном месте подробности и объятности, да, то есть возможности это просмотреть и прочитать за один раз. Ну и кроме того, структура самих этих проектов такова, что они, текстам не мешает просмотру изображений. Текст, как правило, если он обширный, он спрятан в специальных блоках, которые по плюсику открываются, и тогда уж можно все это просматривать. Эта структура, она важна, потому что иначе, если текст класть прямо на экран, то получится очень длинная простыня, которую не хочется листать, и она становится плохо доступной. Ну, несмотря на то, что на самом деле у нас у каждого, вот давайте я отмотаю вот здесь, у каждого, в каждом проекте есть вот такой вот удобный, постоянно висящий элемент оглавления, который можно ткнуть, и оттуда вываливается меню с основными разделами данного проекта. Это тоже удобно, чтобы все-таки проекты получаются, несмотря на то, что их можно за раз просмотреть, они все-таки достаточно большие получаются, это примерно там от 20 до 40 экранов промотки, да, не всегда удобно это мотать, поэтому есть вот такой вот прямой доступ. Ну, пойдем дальше. Следующий... Ой, прошу прощения. Почему-то вот так на колесико мышки реагирует в обратном порядке. Марк Шагал, 37 выпуск. Ну, наряду с Дали, это фигура, которая всегда вызывает повышенный интерес, русский авангард, один из основоположников, присущий только ему неповторимый стиль, да, и вот, разумеется, мы из... Из этого альбома тоже сделали, сделали проект, вот, проект, в принципе, стандартный, такой же, как мы делаем из любого альбома. Вот, тоже там текст примерно такого же объема, как я говорил, то есть для подготовки какого-то эссе по Шагалу вполне подойдет и картинки, и соответствующий текст можно подобрать, ну, и просто почитать, это тоже интересно. Следующий 38 выпуск посвящен музею, в данном случае это Национальная галерея искусств Вашингтона. Ну, мы уже до конца 16-го года прошлись по основным великим музеям Европы и частично по Америке, и дошли уже до таких интересных частных. Ну, конечно, тут очень трудно судить, какой музей более великий, какой менее великий, да, но, тем не менее, дошли до таких очень интересных частных мест, которые вызывают интерес не всеобщий, может быть, но очень частные, они очень интересные тоже, да. Ну, в частности, в галереи искусств Вашингтона можно, кроме работ, большое количество работ по французскому искусству 19-20 века, большое количество классических произведений, в том числе художников первого ряда, но есть и большое количество художников 20-го века, особенно известных таким своеобразным подходом. То есть, это музей, в котором 20-й век представлен, может быть, лучше, чем в других музеях. Ну, в частности, один из моих любимых художников Маури Цешер, который рисовал невозможные картинки, да. На его основе сейчас того, что он напридумывал вот в начале, в середине 20-го века, строится много компьютерных всяких интерактивных игр, очень много этих идей сейчас вы можете встретить в каких-то, в любых местах интернета, ну, или вообще, вообще на основе его искусства сделано очень много. В 21-м веке, и вот сейчас вот вы можете повстречать его где угодно. Ну, вот две его наиболее известные картины. Это вот относительность, где невозможные лестницы, по которым перемещаются люди в разных направлениях, которые смешивают наше представление о трехмерном пространстве. И второе – это рептилии, рептилии, которые вылезают из двумерного пространства в третье измерение и потом снова прыгают в двумерный рисунок. Ну, те, кто любит Эшера, получат удовольствие. Ну, вот мой любимый, мы дошли, наконец, до моего любимого проекта, которому было очень много отданной энергии. И вот наш сегодняшний бонус, он как раз посвящен этому. Почему это бонус? Давайте я его скопирую в чат, потому что, вообще говоря, этот проект входит в нашу подписную линию, то есть не является открытым. Но для участников данного вебинара я даю ссылку на его открытую версию. Это не демо-версия, это полная версия, так что можете его смотреть и как-то использовать. Ну, желательно эту ссылку нигде не публиковать в интернете открытом, чтобы она не стала широко известна. А для себя и для своих учащихся можете ее использовать. Абердинский бестиарий. Это в некотором смысле продолжение нашей темы, посвященной книжной миниатюре. Ну, в данном случае это проект, посвященный одному единственному изданию. Это средневековый бестиарий, который происходит из Абердинского монастыря, а сейчас хранится в Абердинском университете. Сделан этот проект на основе такой академической публикации на сайте Абердинского университета, где весь бестиарий выложен в хорошем качестве. Но, к сожалению, сам интерфейс там таков, что он академический. Там показаны все страницы, каждую страницу можно разглядеть, можно прочитать комментарии на английском языке. Но, во-первых, нет русских комментариев, разумеется. Во-вторых, сам подход к этому, он такой сильно академический. То есть можно все посмотреть, но сделано это не очень удобно. Вот мы постарались воспроизвести здесь оба подхода. И подход академический, когда вы можете посмотреть... Да, сам этот бестиарий – это книга, выполненная инфолио. То есть это огромная книга, большая, разумеется, рукописная, когда время ее появления, если не изменяет память, XI век или XII. Вот надо было уточнить, сейчас, к сожалению, не помню. Разумеется, рукописная книга с рукописно выполненными иллюстрациями, большим количеством иллюстраций. Их там несколько, около полутора сотен. Плюс буквицы очень интересные. Тоже вырисаны, отдельно нарисованы в очень интересном стиле. И вот мы попытались совместить два подхода. Во-первых, академический подход, когда можно разглядеть страницы целиком. И к каждой из этих страниц приведено достаточно подробное... Ну, не к каждой, скажем так, к тем страницам, на которых есть какие-то иллюстрации, приведены соответствующие русские тексты, которые описывают, что же там происходит. Выполнено это все в виде вот такого вот слайдера. Видите, это можно все листать вперед-назад. Кроме этого подхода, отдельно мы... И это сделано впервые вообще в интернете. Почему-то на сайте Абердинского бестиария никто не посчитал нужным в хорошем качестве вырезать изображение. Дело в том, что до этого вообще во всей сети в интернете не было хороших, качественных иллюстраций из Абердинского бестиария. Мы сделали это в первый раз, воспользовавшись, правда, возможностями сайта Абердинский бестиарий. Да, все это, конечно, абсолютно законно, потому что электронное воспроизведение, точное электронное воспроизведение каких-то объектов искусства или книг является... не подлежит защите авторского права. Поэтому все это вполне законно. Непонятно, почему не вырезали отдельные иллюстрации и в хорошем качестве не предоставили на самом сайте Абердинского бестиария. Мы это сделали. Все, абсолютно все, вот эти полторы сотни иллюстраций нами вырезаны в хорошем качестве и представлены. Вот, потом с ними сделано еще кое-что. Я там расскажу об этом. Вот, так что, кроме подхода академического, у нас еще есть подход вот такой более... более общий, что ли, да, для интереса всех людей, потому что там действительно разглядывать эти картинки – это большое удовольствие. Вот, что еще мы сделали? Да, по некоторым страницам все это разделено, по-моему, на 5 или 6 разделов. По главам в бестиарии. Главы там посвящены животным, птицам, по-моему, отдельно змеям и драконам, камням и еще чему-то там. Вот раздел про птицы пришлось разделить на два раздела, он очень большой. Вот, да, пять, вот, пять получилось таких глав. И по каждой из этих глав у нас есть очень короткое, правда, такое интерактивное путешествие, наподобие тех путешествий, о которых я рассказывал, по Босху и Иванову. Да, ну, здесь короткое, взятые из каждого раздела наиболее интересные страницы, и по этим страницам сделано краткое, примерно из там четырех-пяти точек интереса, интерактивное путешествие с увеличением и пояснениями. Вот такие вещи тоже там сделаны. Ну и еще отдельно мы все виды буквиц оцифровали, и сделали вот такой вот слайдер по буквицам. Это почти все буквы латинского алфавита. Вот очень интересный тоже слайдер получился, интересные буквицы, которые позволяют дополнить наше представление о бестиарии и еще и вопросами рисования, шрифтовыми вопросами. Эти же вопросы, они вот частично вот здесь вот, ну, здесь не видно, здесь пояснена картинка, да, а в этих же путешествиях есть крупные наезды на тексты. Вот, и там тоже можно посмотреть, как выполнен этот текст. Ну, конечно, серьезного текстологического анализа, ну, не текстологического, а, как бы это сказать, по графике этого текста мы не проводили, но посмотреть крупно на этот текст можно, это тоже достаточно интересно. Ну, и мы дополнили нашу работу тем, что раз мы эту работу сделали впервые и не было этих картинок еще в интернете, мы поместили наши картинки, пока не все, пока только те, которые присутствовали в Википедии в статье про абердинский бестиарий, вот эти, это примерно десяток картинок, мы их загрузили на Викисклад с тем, чтобы все могли пользоваться этим обновленным, обновленными изображениями. Ну, вот для примера, те картинки, которые раньше использовались в этой статье, это были картинки примерно размера 300 на 400 пикселей, мы загрузили картинки размером 1000 на 800 или 1000 на 1500 и в гораздо лучшем качестве с цветовой точки зрения. Вот, то есть, другими словами, мы посчитали, что эта работа настолько важна, что ее надо передать не только через наш раздел ортотеки, но и вот дать всем через Википедию. А вообще у нас запланирована работа по помещению в Викисклад всех изображений, которые мы сделали, но это мы сделаем после того, как опубликуем абердинский бестиарий, вот, со ссылками на него, но тем не менее, вот, хотим дать возможность всему сообществу, интернет-сообществу воспользоваться результатами нашего труда. Следующий наш сороковой выпуск – это галерея Академия Флоренция. Ну, достаточно такое типичное описание музея. Как известно, в галерее Академии Флоренции хранится большое, этот музей, кроме всего прочего, интересен тем, что там хранится большое количество работ Микеланджело Буонаротти, в частности, его Давид, ну, и многие другие произведения, да, и вообще много скульптурных произведений. Это очень интересный музей, особый тоже музей, которому стоит уделить внимание. Следующая тема – это вот уже совсем недавние наши выпуски, сорок первый выпуск, который вышел. Да, выпуски, они иногда, хочу обратить внимание, они, их нумерация идет в порядке их производства, но не всегда в порядке публикации. Поэтому некоторые выпуски, выпуски вот, выпускают раньше, несмотря на то, что имеют более поздний номер. Пусть это вас не смущает. Итак, вот «Звезда Пресветлая» или вышел этот проект под названием «Чудотворные образы Богородицы». Проект тоже достаточно интересный и особый тем, что он отличается от нашей стандартной подачи информации. Проект выполнен в виде шести вот таких вот таймлайнов, в которых идет таймлайны, помечены, поделены по периодам с 11 по 15 век, по 16 век, отдельно 17 век, 18, 19 и 20 века. И по каждому вот такой вот таймлайн, то есть шкала времени, это некая такая интерактивная сущность, не просто слайдер, по которому можно перемещаться. То есть слайдер плюс изображение оси времени с годами и с вот такими вот шильдиками, на которые можно нажимать и перемещаться непосредственно по этой оси времени. Ось времени можно увеличивать, уменьшать, двигать мышкой. В общем, поэтому это и называется интерактивным таймлайном. К каждому... Здесь представлено 128 икон Божьей Матери, Богородичных икон, разного стиля, разного времени написания. Каждое из них есть описание. Описание из текстов начала 20 века, ну, слегка подправленных нашими редакторами. Вот где-то информация обновлена, где-то, к сожалению, осталось той же, какой была, потому что найти более новую информацию о... ну, в частности, о месте нахождения данной иконы в наше время не удалось, но, тем не менее, описание достаточно подробное. Мы тут, в общем, наступали на горло собственной песни, потому что в исходных материалах описания были гораздо более объемными. Для некоторых икон они на пять листов помещались, но это никак не помещалось в формат нашей артотеки. Такой объем — это почти три с половиной авторских листа, то есть этот проект становился необозримым за, ну, условно говоря, за один подход к компьютеру. Да, поэтому мы пошли на то, что сделали сокращение, и, по-моему, это отразилось полезно на проекте. Вот. К каждому изображению можно перейти в арт-портал и посмотреть там его подробнее. Да, ну и еще у нас есть достаточно обширное предисловие и возможность включить фоновый аудиоотрывок. Мы вообще, как правило, аудиооформление не делаем к нашим арт-проектам, но в данном случае посчитали это возможным. Сделать это просто фоновой музыкой — это некрасиво, потому что человек не может выключить фоновую музыку, поэтому мы сделали это как опцию, то есть сразу после предисловия пользователь может нажать на вот эту кнопочку и начнется фоновая музыка, которая будет сопровождать его во время просмотра. Вот тоже один из любимых наших проектов. Это Зинейда Серебрякова. Этот проект мы сделали, как я уже говорил, к выставке, которая открылась 5 апреля в Третьяковке. Выставка идет сейчас. Кто в Москве или собирается в Москву, обязательно ее посетите. Очень интересная выставка. Ну а этот проект мы впервые сделали как комбинированный. То есть, с одной стороны, он основан на стандартном альбоме, который был выпущен компанией Директ Медиа и Комсомольская правда. Зинейда, то есть полностью выложили альбом и плюс к нему выложили еще интерактивную ось времени. Сейчас вот давайте я сначала вам покажу. Какая же Зинейда Серебрякова без вот этого автопортрета за туалетом? Конечно, тут может быть я немножко банально сделал, что вырезал именно эти две картинки. Да, ну уж так мы привыкли, что Серебрякова в нашем представлении вот она именно с этим портретом связана. Ну и в конце у нас представлен такой вот интерактивный таймлайн, который называется «Автопортреты Зинаиды Серебряковой». В нем около 25 автопортретов помещено в период с начала девятисотых, условно говоря, девятисотый, но, наверное, это все-таки чуть-чуть более поздний портрет, самый первый карандашный, и до 1956 года, когда известен последний ее автопортрет. Это только те портреты, которые сама Серебрякова пометила как автопортрет. Дело в том, что Серебрякова очень многих людей рисовала тоже себя. Эти портреты не вошли в этот таймлайн, иначе, наверное, он стал бы в 2-3 раза больше. Тем не менее, вот эти вот 23 или 25 портретов, точно не помню, это достаточно такой интересный таймлайн, который хорошо бы посмотреть. И вот, чтобы его посмотреть, сейчас я вам передам ссылку. В данном случае это тоже немножечко бонус. Объясню, почему немножечко. Потому что это наша демка, в которую входит вот этот вот таймлайн. Не входит альбом, но зато входит та часть, которая не вошла в нашу подписную часть проекта, посвященного Зинаиде Серебряковой. Это описание портретов Зинаиды Серебряковой с краткими описаниями биографии тех людей, которые там изображены. Это тоже 26, по-моему, портретов с описаниями. Дело в том, что когда наша, точнее, арт-редактор посмотрела на готовый проект, она сказала, вот, надо завершить автопортретами. А вот это вот то, что мы дополнительно сделали, оно только разрушает цельность нашего портрета. Вот в результате вот этот слайдер с... А вот, да, я прошу прощения, я его не показал. Вот так вот. Нет, а где же он? Ай-яй-яй, эта часть пропала. Она была, но куда-то делась. Жаль. Я точно помню, что у меня этот слайд был. Ну, посмотрите, да, посмотрите по вот этой ссылке, которую я только что привел. Да, вот эта часть не вошла, потому что она вот органически не вписалась в наш проект, но зато она вписалась вот в эту дынку, хорошо, которую вы, кстати, можете свободно абсолютно использовать, включая и свободную публикацию в соцсетях и так далее. То есть, если вот тот бонус, о котором я говорил, я попрошу вас оставить все-таки в основном между собой, так, в куларном кругу, то вторую ссылку можно распространять, несмотря на то, что она достаточно интересная, и она не только демка, но и такой более-менее полноценный такой проектик. Ну и последнее. 43-й выпуск, который еще не вышел, посвящен этот выпуск Эдуарду Мане. по одному из основоположников... Да, забыл чего, какого направления. Вот вы знаете, так вот иногда слова просто выходят из... Не могу вспомнить. Импрессионизма, конечно, да. Это стандартный наш проект, который сделан как альбом. Очень интересные там картины, очень интересный автор, разумеется, да, с удовольствием. Сам, когда я делал этот проект, еще раз прочитал про него. Текст, очень интересный текст написан. Да, как известно, Мане был не только основоположником направления, но и достаточно скандально известным художником. Он повторил многие произведения эпохи Возрождения в современном ему виде, да. Например, «Завтрак на траве» или «Олимпия». Да, «Олимпия» — это вот то, что вот здесь было изображено, да. Это все повторения картин, которые были когда-то у великих художников Ренессанса. Вот. Ну, подробнее посмотрите, если сможете... Если посмотрите именно этот проект, да. Что еще в этом проекте? Начиная с этого проекта, у нас появился новый стиль воспроизведения обложки. Ну, это может быть мелочь, но вот так хотел бы с вами поделиться. Это когда обложка является коротким видеоотрывком, да, и таким вот небольшим слайд-шоу из там четырех-пяти основных работ. Возможно, это тоже вас заинтересует. Все, на этом наши работы новые закончились. Хочу устно только сказать, что следующий наш проект будет посвящен Наде Рушевой. Это тоже будет такой достаточно стандартный. Скачать книгу. Да, вы знаете, вот если вы хотите ее в PDF, они все... Вообще эти проекты достаточно дешевые. Они очень популярны тем, я имею в виду книжные варианты этих проектов. Они даже в книжном исполнении достаточно дешевы. В этом заключается их популярность. Это дешевое изготовление, небольшой объем и при этом достаточно подробное и качественное воспроизведение иллюстративного ряда. Именно это нам позволило использовать эти альбомы в качестве основы для наших проектов Ортотеки, потому что они вот... Вот у них есть такая цельность и достаточность, да, и с точки зрения электронного воспроизведения они достаточно хороши. Ну, теперь перейду к тому, что это за подписной сервис. Для частных лиц могут подписаться частные лица. В год это стоит 1400 рублей, на полгода 800 рублей. При подключении вуза или организации, или библиотеки это стоит на год 20 тысяч рублей. Ну, на этом не буду заострять внимание. Да, есть у нас вот такое вот такое предложение, то есть все учебные заведения культуры и искусств на 6 месяцев мы предоставляем бесплатный доступ к адпорталу. Можете... Да, а все, собственно, мы уже, Людмила Сергеевна, мы уже завершили. Как раз вот ровно в час мы уложились. Если есть какие-то вопросы, прошу. Если нет, пользуйтесь теми, ссылками, которые я дал, бонусами, ну и подписывайтесь на наш... на этот наш проект, который будет... Мы подтверждаем, что каждые две недели мы новый проект будем выкладывать. У нас обширные планы и много интересного еще нас ожидает. Да, коллеги, вам тоже большое спасибо за то, что вы пришли. Я думаю, что... Да, тут особо-то спрашивать, наверное, и нечего. Интереснее смотреть, чем спрашивать. Ну, как всегда, если вас заинтересует вопрос с подключением, это легко сделать через наших менеджеров. Все остальное... Все остальную информацию я вам дал. Много свободной информации, которую вы можете использовать и самостоятельно, и с вашими студентами, если есть необходимость. Приходите на наши следующие вебинары. Я постараюсь, чтобы они были такими же интересными, как и этот. Я еще в течение пяти минут нахожусь в эфире, если будут вопросы. А сейчас разрешите с вами распрощаться. До свидания. И всем еще раз спасибо за то, что пришли на наш вебинар. Субтитры сделал DimaTorzok